По итогам четвертого тура Высшей Лиги Чемпионата Беларуси по футболу транслируем следующую мысль. Неман нацеливается в этом сезоне быть выше, чем предыдущим, а это значит быть на первом месте. Такие настроения небеспочвенно существуют в клубе. Весной Гродницам, как и остальным конкурентам, важно не растерять ценные очки, и пока с этой миссией клуб Игоря Ковалевича успешно справляется. 4 из 4 и 12 баллов в активе. В соперниках у Гродно в туре был вернувшийся в элиту Днепр, и это тоже основа для сюжета Александра Якубовского. Неман в прошлом сезоне не угнался за Минским Динамо во многом из-за потерянных баллов на старте чемпионата. Поражение от Шахтера и ничья с Гомелем. Довольно невзрачно гродницы начинали тогда розыгрыши. Первые победы добились только в третьей игре против Энергетика. Вспоминали в прошлый год, что тяжело давались очки вначале, все команды боролись. Поэтому в этом году ставим задачу в каждом матче уже с начала сезона добывать по максимуму. Конечно, летом будет легче играть, когда трава подрастет, качество полей будет лучше. Тем более нам в агрессивный атакующий футбол будет легче играть. А на данном этапе, когда искусственные поля и трава не лучшего качества, хотя здесь в Могилеве хорошие, нужно брать по максимуму. Поэтому эти весенние очки, если это не очень громко, но они ключевые, грубо говоря, в борьбе за чемпионат. Однозначно, да. Форвард Егор Зубович, полузащитники Руслан Лисакович и Илья Кухарчик, Алексей Лабрик. Список можно продолжать и дальше. Это те люди, которые пока начинают в запасе Немана. Практически в любом другом клубе первенства – это железные игроки основы. Очевидно, что ростер желто-зеленых в текущем розыгрыше усилился. Выходить на замену тоже своеобразная задача. Нужно усиливать игру каждый раз. Поэтому это тоже нелегко. И все, кто играет в составе, и все, кто выходит на замену, должны стремиться к общему знаменателю. Добыть три очка. Поэтому роли могут меняться. И однозначно, что будет весь сезон так. Поэтому пока так работает, я с той ролью, в принципе, не то чтобы смирился, но готов помогать и так. Я доволен тем, как 25 человек, или сколько у нас, 27 тренируются. Ну а выбор состава – это мой, наверное, выбор вместе с тренерским штабом. Поэтому я доволен тем, что происходит в команде, какой у нас климат и как они работают. Каждый может выйти, мы вот вернулись, Ваня всегда уничтожит в строй. Поэтому обидно, конечно, некоторым ребятам, что они не попадают в состав. Но они работают. Все решит футбольное поле. Пока все идет по плану. Привилегий, то есть ни у кого нету, выходит сильнейший? Ну, наверное, сильнейший. Поэтому как бы и победный состав не совсем меняется, ребята сыграны. У нас профессиональная команда, конкуренция, так что блата никакого нет. Кто-то все играет, кто лучше смотрится на тренок, кто-то и играет. Поэтому так вот. Посчитать два состава, все равноценны. Поэтому тренер ломает голову, кто будет играть. Я думаю, это для него тоже хорошо. Так что все стараемся, все прогрессируем. Конкуренцию никто не отменял. Так что вот, тренируемся. И делаем общее дело, выигрываем, стремимся к чемпионству. Илья Кухарчик в прошлом сезоне не спас Бобруйскую Белшину от вылета в первую лигу. А сейчас собирается побороться за золотые награды в составе Немана. В Гродно-Хавбек уже перевез и семью. Да, уже семья переехала. И уже там успели седеть за парк в Гронинске погулять. Поэтому красивый город. Все нравится. Болельщиков приходит много. Хотелось бы сказать им спасибо, что поддерживают. Все видели, сколько приходило на последнюю игру с Жодино. Поэтому город любит футбол. И мы играем для них. И только чемпионство им. Да, все так. Не только к новому городу в своей спортивной биографии, но и к Беларуси в целом привыкает камерунский легионер Немана Леонард Гвет. До приезда в нашу страну форвард выступал в первенствах Камеруна, Бельгии на молодежном уровне и в прошлом сезоне в Литве. Помогаем ему во всех планах. И в бытовом, и в игровом. Подходит, спрашивает советы. Помогаем во всем. В бытовом Гродно его все устраивает. Нравится город. Понятно, что вы общаетесь, говорит вам. Да, да. Мы с ним улучшаем свой английский язык. Квартиру сняли недалеко от стадиона ему. Поэтому нравится город, нравится центр. Гуляет часто. Он, в принципе, доводен. А этот мяч в ворота Днепра Гвет точно добавит в свое портфолио. Классным ударом через себя он открыл счет в игре с могилевчанами. Очень перспективный игрок с хорошими качествами. Думаю, все сложится для него хорошо. И поможет нам, и себе. Все возможно. Может, мирового футбола звезда. Поэтому дадим дорогу ему большой футбол тут, в Беларуси. Так как он работает на тренировках, он, я думаю, еще не все показывает, что он может. Я думаю, и он прибавляет к игре, и будет прибавлять еще. У них неплохо работает связка с Пашей Савицким. Поэтому они друг друга дополняют. Есть какая-то острота в атаке. За ним, возможно, охота после первого круга уже будет. Нет, не очень интересно. Пусть охотится. Новые звезды в новом сезоне раскроются в Немане. Как, например, в прошлом успел стать любимцем болельщиков Алимардон Шукуров, который переехал в торпеды БелАЗ. Желаем, во-первых, Алимардону удачи в Жодино. Это выбор его, его агента. Мы хотели его видеть. Ну, так получилось. Поэтому есть как есть. Это спортивная и футбольная жизнь все имеет свойство меняться. Это его выбор. Это, наверное, больше по финансовой части, да? Ну, конечно. Не потянул Неман. Ну, не то, что не потянул. Мы и пригласили-то людей на его позицию. Мы же не думали, что получится так, что Алимардон получит травму. У него хорошее предложение было с Венгрией. Ну, да. Немного не с расчувствием. Я думаю, что так, как он относится к футболу, ну, не то, что я скажу, что ему все равно, в какой команде играть. Ну, многое зависит от него. Если он восстановится, у него хорошее будущее. Возвращаясь к матчу, его исход в субботу решило индивидуальное мастерство Гвета. Во втором тайме он удвоит перевес. Приемов у футболистов Днепра против талантливого нападающего не нашлось. Опекали, планировали. Конечно, мы не планировали, чтобы дать ему спокойно бить, забивать голы. Но, видите, хороший нападающий исполнил момент первый и завершил второй. То, что надо от форварда. Чем не могут похвастаться наши форварды. От легионеров, наверное, в том числе ждете большего? Не просто же так они сюда, грубо говоря, приехали. Легионеры разочаровали, если честно. Только сегодня или пока разочарованы? Нет, только сегодня. Все соперники, видите, борются, стараются. Ну, вот сегодня, конечно, мы, скажем так, пока из разных весовых категорий. А это новый лайфхак тренерского штаба Немана. В режиме лайф на скамейке Гродненского клуба наблюдают и за трансляцией игры на сайте спортивного портала Белтирадиокомпании «Спорт 5 Бай». Это, в общем-то, хорошее новшество. Наблюдаем, чтобы какие-то эпизоды оценить. Это помогает, в общем-то, работе на тренерской скамейке. 2-0 и стопроцентный результат после четырех туров. Но не только чемпионат. Кубок страны также гродненцы держат в уме. А первая игра одной-второй финала в среду в Минске против «Динамо». Озвучена задача хорошо сыграть кубок, полуфинал с «Динамо» Минска. По осени мы посмотрим, какие задачи мы будем решать. Конечно, задача не обязательно быть в призерах. И побороться за чемпионство так будет правильно. Вот кубок вы, да, сказали, кубок. То есть кубок, в принципе, на второй план не относите. Он тоже важен. Все матчи важны, почему нет, конечно. Мы третий год подряд доходим до полуфинала. И там хорошие были полуфиналы. К сожалению, мы их проиграли по пенальти. При хорошей игре с БТ уступили. Вот поэтому настраиваемся на полуфинал. Не только Неман, но и Славия пока очков не теряет. Мазыряне в Солигорске взяли верх над «Шахтером». На ваших экранах результаты всех матчей тура. Первых побед добились вернувшиеся в высшую лигу «Витебский Арсенал». Вот так выглядит первая половина турнирной таблицы. В двух баллах от лидеров «Брестская Динамо». В трех – «Торпедо БелАЗ». Действующий чемпион – столичная Динамо пока на пятой строчке. Все туманнее перспективы на сохранение прописки в элите белорусского футбола у «Шахтера», потерпевшего второе поражение к ряду. Всего по одному баллу сейчас в активе Минска и Слуцка. Пятый тур розыгрыша стартует в пятницу и завершится в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова